Привет всем ребята, на связи GrimOptimist и сегодня у нас будет небольшое видео по Clash Royale, в нем я подведу итоги, скажем так, расскажу как я дошел до 7 арены, покажу свою колоду, расскажу как ей играть и также поделюсь последними какими-то наблюдениями. Хотел сказать, что я очень вообще доволен ребятами из клана в основном, очень активно себя ведут, создают турниры, постоянно общаются, какие-то бои проводят, вообще респект, в общем я рад, что большая часть участников моего клана, членов клана, они не просто так зашли, чтобы типа тег был мой, а как-то реально себя проявляют, так что им большой респект за это. Вот, но если вы все еще не попали в клан, напоминаю то, что вы не отчаиваетесь, я время от времени провожу чистки, то есть я смотрю, кто сколько задонатил карт, если у человека 0 задоначено за неделю, да, то он улетает. Ну тут таких вроде нету, поэтому пока не знаю, но в общем периодически, каждую неделю, в воскресенье там пара мест освобождается, когда как. Значит, к сожалению, в игре вот вышел недавно один патч, который очень сильно кое-что испортил, а именно это стабильность игры, то есть вот на телефоне еще более-менее, и топ игра подфризивает периодически, а эта игра построена на таймингах, очень сильно, и когда игра фризит, играть становится намного сложнее. На эмуляторе я пробовал сейчас запускать, это просто жопа, то есть фризит так, что, ну просто капец, поэтому, наверное, ребят, в прямом эфире сегодня боев не будет, просто потому, что, ну, смысл, я буду бомбить, у меня будет все лагать, и толку с этого 0. Я не знаю, может быть, стоит переустановить BlueStacks эмулятор, но, тем не менее. Значит, седьмая арена, да, теперь у меня уже, теперь меня нубом, наверное, никто не назовет, все-таки седьмая арена это такой средний показатель, неплохой, учитывая, что я играю всего месяц, да, у меня еще только-только восьмой уровень, буквально вот на днях, да, апнул, да, и на седьмую арену я зашел раньше, чем у меня был восьмой уровень, то есть еще на седьмом. Ну, естественно, до какого-то профи, там, до какого-то серьезного уровня мне еще как пешком до Пекина, это понятно. Покажу свою колоду, с которой я дошел до, я забыл сказать, да, меня еще периодически скидывают на шестую арену, то есть, ну, бывает такое вот, раз, ну, бывает несколько поражений подряд, раз снова на шестую, потом раз победил, снова на седьмую, вот такое пока у меня состояние, то есть то так, то так, вот, ну, тут уже дело везения. Вот такая вот, ребята, у меня сейчас колода, в которой я в основном играю. Колода вообще классная, сразу говорю, единственная проблема, что у меня она реально лоу-левельная. Мне постоянно выпадает всякое говно в сундуках, я не могу нормально прокачать карты, которыми я играю. Вы видите, что у меня тут до сих пор еще редкие карты пятого уровня, да, обычные восьмого, хотя вот сейчас я играю на седьмой арене, и там у всех редкий, там, шестой, а то и седьмой уже, обычный девятый, да, вон у меня даже седьмого карта стрелы есть, да, эпики уже третьего, четвертого у всех, то есть проблема, самое сложное, это вот именно бороться с людьми, у которых прокаченные карты, потому что, да, зачастую бывает много ничьих, потому что они давят меня мясом, я просто не успеваю справляться со всеми их картами, да, но при этом, как бы, и сам проатаковать не успеваю, то есть я успеваю, вернее, справляться, но только-только успеваю, а сам проатаковать нормально уже не могу. Вот, я думаю, что это проблема уюта, как только я примерно все карты хотя бы на один левел в среднем проапаю, да, то есть я думаю, что эта проблема, она закончится. Значит, объясняю, в чем суть моей колоды, да, я ее сам, ну, создал, да, то есть я нигде ее не подсматривал, но не полностью, то есть кое-что я подглядел, да, но конкретно такой колоды я нигде не видел, да, то есть у меня довольно большие изменения. Ее фишка в том, что, во-первых, для того, чтобы эту колоду использовать, вам не требуются какие-то редкие карты и высокие арены, то есть здесь все карты, они достаточно низкоуровневые, да, ну, то есть они доступны практически сразу же. Во-вторых, здесь мало эпиков, как вы видите, да, и в-третьих, эта колода, она хорошо себя показывает практически в любых ситуациях. Я расскажу чуть позже единственный случай, который, ну, не очень хорошо себя показывает, то есть каких карт надо бояться. Значит, основная ударная сила по башням, это, естественно, гигант и хок, да, если они вдвоем прорываются к башне, то башня хана однозначно, то есть если противник как-то жестко не законтрил, то есть, да, прямо вот, ну, то есть если он там кинул, допустим, пачку гоблинов, да, то они все равно снесут башню, гоблины не затащат. Если он жестко за, как-то, ну, за дефился, то есть там кинул, там, что-то серьезное, то уже, конечно, могут не пройти. Для этого у меня есть яд. То есть кидаю сначала гиганта, за ним хога, да, и, ну, так, эликсир подкопил, потом, когда они уже добегают, кидаешь яд. И даже если он кинет скелетов или мух, они сдохнут там, да, и если это вам удастся, то башни уже нету. Ну, естественно, не всегда такая тактика работает, да, то есть иногда все-таки он кидает, например, варваров. Варвары, они, яд их не убивает, то есть у них хп слишком много, да, или он может кинуть, например, пеку какого-нибудь, да, или рыцаря, принца, вернее, и так далее, это может уже вызвать проблемы. Но данная тактика довольно часто работает. Кроме того, яд, помимо обороны, он еще обладает и оборонным действием, то есть, например, как стрелы, которые у меня есть, да, против стрелы, ну, очень эффективны, против большого скопления всякой мелочи. Яд точно так же эффективен против скопления мелочи. То есть, получается, поскольку у нас две карты, которые бьют по площади заклинания, прорашить нас всяким мелким говном в принципе невозможно. То есть, я не помню случаев, чтобы меня давили реально числом, потому что я кидаю один яд, и вся его армия, там, да, 50, там, юнитов, они просто подыхают все, условно говоря. И это очень здорово. С другой стороны, ну, если стрелы, это чисто оборонное в основном заклинание, да, то есть, атаковать им башни или юнитов каких-то серьезных смысла нет, то яд можно использовать и при нападении, как я говорил, да, для того, чтобы защитить ваших атакующих юнитов. Кроме того, если у противника есть, например, какой-нибудь, ну, он строитель, то есть, у него там куча всяких хижин, да, у него там, эти, как он называется-то, забываю все время карты, как она называется, своего свадьи, сборщик лексира у него, да, стоит, то кинув туда яд, вы автоматически, ну, как бы полностью не снесете, но те же лексиры, они уже не окупаются, то есть, он где-то сносит примерно процентов 70 хп яд этим картам, да, то есть, этим постройкам. Поэтому, как вы поняли, против всего этого бороться несложно. Единственная проблема, что если человек жесткий строитель, очень жесткий, то есть, у него прямо вот была почти все карты на строительство, у него хижины, у него сборщик лексира, у него куча башен там, например, вот, адская башня, да, то его будет очень тяжело победить. Он сам не сможет вас убить, скорее всего, просто потому, что у него мелочь прет в основном, да, но и вы его победить тоже не сможете, будет ничья. Это еще нормально. Проблема в том, если у противника, все-таки, он не строитель, но у него есть адские башни. Вот, вот это самая жопа. Или если он постоянно строится, именно какие-то защитные сооружения. То есть, в этом случае он может реально вас победить, потому что если он атакует сам большими мощными юнитами, но при этом у него есть защитные здания, это, наверное, самая эффективная тактика против моей колоды в основном, да. Также, давайте пройдусь еще дальше, ну, стрелы я сказал, варвары, это очень-очень хорошая карта. Вот в этой, наверное, моей сборке ее заменить ничем нельзя. То есть, понимаете, например, гиганта можно заменить, например, гигантом с пушкой, да. Хога, ну, его сложнее заменить, но теоретически его можно заменить, например, темным принцем или обычным принцем. Ну, плюс-минус, да, то есть, не особо хорошо, но можно. Варваров ничем не заменить. То есть, какие-то скелеты или еще что-то, это все не то. То есть, варвары, они эффективны как против мощных юнитов, тех же принцев, тех же пек, мини-пек, они все это сносят, да, ведьм сносят и так далее, да. То есть, они эффективны и также вполне себе против, например, каких-то нескольких юнитов, серьезно говорю. Ими можно убивать практически кого угодно. Единственное, их нельзя кидать издалека на всяких магов и так далее, потому что, ну, их поубивает. И ведьма их, конечно, куоцает сильно. Ну, ведьма уже редко довольно встречается. Поэтому варваров, вот я не знаю, чем заменить. Хога тоже сложно, гиганта можно заменить этим королевским гигантом или как он там называется. Стрела можно заменить, например, огненным шаром. Ну, теоретически, то есть, это плюс-минус. Яд сложно будет чем-то заменить. То есть, в принципе, можно, например, ярость поставить вместо яда. Тоже жизнеспособная тактика будет, вполне себе. Вот, но яд это чисто атакующее заклинание, оно не поможет при дефе особо. То есть, ну, поможет, но слабее гораздо. Поэтому тут спорно. Что касается мух, да, можно вместо них поставить 3 мухи, можно 6. Как вам больше нравится, мне больше нравится 6. Просто если у противника нету каких-то нормальных карт, тех же стрел или огненных шаров, или разряда, то, ну, ему пипец. То есть, всё. Что кидаешь гиганта, за ним кидаешь кучу мух. Если они долетят, то всё, башни нет. Гоблины-копейщики выполняют у меня роль отвлекающей силы. То есть, ну, иногда я их ставлю сзади, чтобы они поддерживали, да. Но в основном они отвлекаются от принцев тех же самых и так далее. Кидаешь их просто сбоку и всё. Ну, и мушкетёрша, она, во-первых, эффективно борется против летающих целей, да. То есть, это драконы, хотя их мало кто уже использует. Это всякие ещё там, ну, гончие эти, ну, как она, летающие, не гончие, как это, летающая такая муха большая, которая на светящиеся распадает, я не помню, как она называется. Плюс её можно использовать при борьбе, например, с теми же самыми колдунами. Или с ведьмой. Если ведьма много не успела скелетов перед собой напускать, хотя бы, ну, там, три буквально, да, то кидаешь мушкетёршу, она её вынесет, это стопудово. И то же самое мага, то же самое ледяного мага, то же самое, например, с принцессу она убивает. То есть, при этом она ещё и поддерживает. То есть, если вы кидаете, например, гиганта, сзади кидаете мушкетёршу, она будет поддерживать весьма неплохо, да. Её можно заменить, например, на мага, можно заменить. Ну, тут, правда, оговорки будут, но, тем не менее, её можно заменить на двух лучниц. Можно вполне себе. Её можно заменить на, даже, в принципе, ведьму, теоретически. Ну, тут, как бы, тоже надо смотреть. Гоблинов-копейщиков можно заменить на обычных гоблинов, или даже на скелетов, на самом деле, да. Единственное, эта карта должна стоить дёшево. То есть, заменять её на что-то серьёзное, да, уже не стоит. Вот такая вот, ребята, дека у меня. То есть, показывать себе нормально. Вот, наверное, что-то можно здесь переделать, но пока она тащит. Единственное, нужно апнуть уровни карт. Теперь расскажу, говорю, вот, самое жопое, это бороться против адских башней, и с ними тяжело. То есть, единственная карта, которая моя, которая может их нагнуть, адскую башню, это мухи. То есть, всё остальное, оно убивается об этих башней, да. Даже варвары убиваются, гоблинов-копейщики убиваются. Мухи, они её сносят. Но, если у противника есть стрелы, то не получится. И вот это меня пока больше всего бесит. Меня не бесят легендарные, знаете, карты там говорят, о, у него две легендарки, всё, он мразь там, да. Мне вообще пофиг, это особо ничего не даёт, как правило. Там, пинцесса, она убивается элементарно, да. Тот же самый, этот, чувак этот, который копает под землёй, он тоже сносится вполне себе спокойно. То есть, как бы, тут это меня всё не бесит. Но, такая вот, в общем, у меня пока ситуация. Вот, я бы, ребят, с удовольствием сейчас сыграл пару онлайн-матчей, но просто я знаю, что будет опять тормозить. Я только что проверял. Я буду просто материться и бомбить. Поэтому не буду. Пока что. Я эту проблему попытаюсь решить и потом уже с вами поиграем. Вот, пока вот просто на словах всё рассказал. Вот, в целом, как бы, на седьмом уровне пока разницы от шестого я особо не вижу. То есть, люди играют примерно так же, появляются просто новые карты. Вот и всё. Вот. Игра пока меня, в принципе, не разочаровывает. Кроме одного, мне постоянно падает всякое говно. У меня куча карт, которыми я не пользуюсь. У меня можно пригнется прокачать от третьего уровня, хотя я вообще им не пользуюсь, да. У меня куча пушек, которыми я не пользуюсь. У меня куча этих огненных духов, которыми я не пользуюсь. Я знаю, что это хорошая карта, но я ими не пользуюсь. Разряда тоже дофига накопилось уже, да. Блин. Обычный пека. Тоже я им не пользуюсь. Уже можно там нормально прокачать его. У меня их дофига. В общем, падает реально кал всякий. Вот это меня бесит. То, что у меня есть определённая дека, да. Мне нужно качать эти карты, а мне падает просто какое-то говно постоянно. Вон эти обычные воины, которые вообще, я не знаю, нахер они нужны мне. И так далее. То есть, ведьму я, кстати, вообще сам купил. За всё время мне ни одна ведьма не выпала. Я её купил сам, чисто посмотреть. Да, в магазине она появлялась. Это тоже меня драконит. По большому счёту. То есть, когда такая ситуация возникает. В общем, пока вот такие итоги. Седьмая арена. Интересно. Посмотрим, что изменится на восьмой арене. Вот пока так. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok